Сравнивать с бывыми действиями зимой Если сравнивать с миром, то это война Больше проблемно воспитать тех, кого забирают из дома Кто был пьяный и не успел убежать от военкома Это самое проблемное, ребята Но все зависит от человека Не обязательно, где его военком достало От его личных данных Что нужно, чтобы воспитать вообще? Есть ли у вас какой-то способ воспитывать? Человек должен быть нормальным, добросовестным Если он идиот и баран С всеми методами воспитывания, воспитывать, ничего не изменишь Есть, конечно, ребята, которые меняются Но есть такие же безвозвратные, потерянные для общества Личности Всякие есть Таких ты отсеиваешь при выполнении задач Их не берешь, они просто остаются где-то на базе Таких ограждают Потому что, конечно, он может принести большие неприятности подразделения Нельзя, это недопустимо С таким идти на выполнение задач Потому что он любуюсь У него там не увидит противника Ослабит, он убежит, запрячется С такими невозможными нельзя Большинство адекватных ребят Хороших, достойных, смелых, храбрых Знаете, кто ходит и больше всех кричит Какой он герой Он сам себя утешает А простые, спокойные, тихие парни Они готовы на подвиги Они делают эти подвиги Ну, так и можем предполагать Почему он тогда активизировался Это был тогда отвод войск Вооружений Меньше ста миллиметров Инициаторами эти Были власти ДНР Так называемый ЛНР Там еще Выше ста не отвели А уже трубят Что они отводят Меньше К ста Получается, все осталось И артиллерия осталась И танки остались Никто ничего не отводил Может, для СМИ отвели СМИ уехало Также завели Почему активизировались У нас была информация Они возят ОБСЕ Показывают, что Они отводят И перед населенным пунктом Который они везут ОБСЕ Начинают насыпать панам Дабы мы дали уже ответ И вот показать ОБСЕ Вот смотрите Мы отводим А украинские войска Не соблюдают Так сказать Соглашения Все на лже У них все Все эти их Все в дореспублике Все на лже И построены Так это не выгодят Все на лже А мы Как благородные Рыцари В это все Вшу верим Все возможно Нету ничего Не возможно Все возможно Есть ли опасность Все зависит От командования От их решений Как они будут Принимать решения Противовес Спортивнику Сил Средств У нас достаточно Чтобы этого не было Надо реагировать Вовремя На действия противника Расстояние между вами И противником Насколько я помню Ребята как-то рассказывали Что около Полукилометра То есть Сотни Позиции Даже вот их Передовая траншея Наша Были до 70 метров Но потом Они отошли У них тоже У них Большая проблема Больше Десятки раз Чем у нас С дисциплиной И с людьми Техникой Техника есть Но много неисправны Нету специалистов На эту технику Нету чем платить Вот уже год Там на энтузиазме Пробыли Все Видят Получилось Ну они уже Со своей передней линии Немножко отошли Сейчас у них пустует Потому что не хватает людей Три передние позиции Там по пару человек Честно наблюдатели Основные силы Отошли в тыл Ну и так уезжают Туда-туда Потошмарить Мы оставим Они зайдут Ну вот То есть Нау какие-то силы Должны быть Что бы держать А с другой стороны Надо делать Какие-то шаги К миру Потому что силовым путем Мы не сможем Закончить этот конфликт Силовым путем Не настолько Мы крепки Может и И можно Но мы Если силовым То на данный момент Мы потеряем процентов Большой процент Военнослужащих Настоящих Патриотов Героев Своей страны Пустить всех в атаку И положить Из них процентов 70 И отвоевать Это там Донецк Луганск Тоже считаю Найдут сильно На чужом болоте Всегда неспокойно Ты заходишь На новую Позицию Территорию Понятно Переживаешь Пока не освоишься Плюс адреналин Страх какой-то Кого-то контролируем А кого-то не контролируем Там Тому чудится Там услышится У нас и у них Только там проходит Ротация на позиции Это три дня Все активы И мы Это естественно Техника у нас Та, что была До войны В том сезоне Воевавля На данном Не, но есть Тенденции Тенденции К позитиву Это Те же Хамера Спартаны Понятно, что Возможности Нашей страны И заводов Не в таком объеме Чтобы за год Обеспечить все Даже войска Специальных назначений ВДВ Всех сразу Новая техника Люди не думают По щелчку И всем там Шесть бригад ВДВ Две Три Подразделения Спецназа И всех там Посадить на новые Ягуары Кагуары Пока так Нету Но Тем не менее Новая техника Поступает Это масечка Масечка Мы выменяли В Константиновке В 81-й бригаде За две канистры масла И за фильтр На УАЗик Ну все Так она С нами Живет И Потом Хорошо В Авдеевке Я как гражданин Украины Ну не как военнослужащий А вот как гражданин Украины Я видел такие моменты Как люди Которые Не понимают Что для них лучше Они не верят В то Что российская сторона Придет и будет хорошо Они так же побаиваются Что украинское Правительство Как бы О них не заботятся И одна из проблем То что они живут Постоянно под обстрелами У них есть угроза Разрыва Внезапного В любой момент Может прилететь Снаряд Они уже понимают Кто по ним стреляет Они понимают Каким калибром По ним стреляет Но они вынуждены жить В зоне Постоянных обстрелов И вот я просто Как человек Который имеет трех детей Который Не хотел бы Оказаться в их ситуации Ну имею ряд Ну где-то Сочувствие Сострадание Ты видишь Каждый день Город Который хочет Жить мирной жизнью Они выходят Подметают улицы Они стригут Траву Они одеваются В нарядную одежду И идут просто на завод Многие из них Ездят по городу На велосипеде Это страшно Это больно Вот ты Сопереживаешь И сострадаешь Потому что Ты понимаешь Что они хотят мира Для них мир очень важен Это их дом И даже вот в этом доме Который вы видели Был обстрелен 18 числа Живут люди Вот на одной фотографии Мы видим Сторона дома Которая Обстреливалась Очень сильно Каубичная Автиллерия Там 120 122 калибр А с другой стороны Живут люди Они утром После обстрела После бомбежек После того Как был потушен пожар МЧСниками Авдеевской Авдеевки Они просто Подмели улицу Они перекопали Этот огородик И это как бы Их внутренний протест Этой войне У них шторы На окнах Там разбитые стекла Где-то фанера Где-то одеяло Где-то пленка А где-то шторы То есть если стекло Не повреждено Люди оставляют занавески Они пытаются Как-то облагородить быт У них в подъездах чисто Они борются За этот полуразрушенный дом Я спрашивал Что вами движет Они говорят Ни одно Ни другое правительство Нам не даст Живья Ну вот они сейчас В этом так уверены Я не берусь судить О большой политике Но то что ты видишь Просто как Украинец Как человек Который Еще полгода назад Сам был Не в форме Я думаю Это проблема Розумієте Людина через Деякий час До всього Звикает Ну вот До всього Звикает От коли Військовослужбовці Дуже сильно Звикают До Звикает Оточую Оце Небезопаснейший момент Перші декілька днів Всі бояться Всі чогось Насторожені А потім Через деякий час Всі люди призвичаються Я починаю Той забываю бронежилет Ну не забываю Лень Одягати бронежилет І це там місяць-два Військовослужбовець Пробув на лінії зіткнення Уявіть Скільки Перебуває Та сама бабця Чи хто там На лінії зіткнення От вже Майже рік Чи більше І вона вже Ну Грубо кажучи Вона вже Втомилася боятися Вони вже Менш Як Вони більше Звикли до війни Ніж навіть Військовослужбовці І вони от Елементарні Заходи безпеки Власної Іноді ігнорують Поксихів насправді Одне з ключових підприємств Водіївки Дуже багато людей Там працює Водії Як ми там Були Неодноразово Там просто Банкомат є Неодноразово Знімали гроші Але Саме На мульдунку Б'ють по ньому Щоб залякати Мирне населення Щоб настроїти їх Проти нас Щоб показати Що втрати Мирного населення Через там Знаходження В Самій зоні Бойових дій Українських Військовослужбовців Це небезпечно Для мирного населення Можливості Саме з цим посилом Вони обстрілюються Найбільш такий Скупчення людей От скоксохім Є найбільшим Ще і скупченням людей Крім того Що він є Важливим елементом Інфраструктури Самого Донбасу Реально Не дуже Не так часто Як здається Але були моменти Коли там При обстрілі Товариші Ховали Ну там Не з мого підрозділу А інші Військовослужбовці Там При обстрілі Ховалися Будучи спостерігачем Спостерігаючи Командирну При обстрілі В принципі Не ховається Тому що Треба все одно Спостерігати За обстановкою І тут там Будучи спостерігачем Військовослужбовці Деякі там Покидали пост І тікали просто Тому доводилося Там Нас Достатньо добре навчали Береш Брали за руку І говорили От при обстрілі Стоїш з ним Тримаєш за руку Щоб він не втік нікуди Говориш з ним За жінку За город За дітей Переключаються Думки переключаються Страшного Людина залишається На місці Якщо говорити За шахту Як військовий Військовий об'єкт То Там просто реально Хороші хлопці В силу того Що ми буквально Відстань від них 200-300 метрів Вони нас підтримували Вогнем От коли з нашого напрямку Хтось ліз Ми їх підтримували Вогнем Якось так в нас Спалося Що Ми 95-хто стояли Там на мосту І 93-хто на шахті Якось так Спілкувалися Більш тісно Тому що Буквально Коли лізуть З нашого напрямку Вони там Вогнем підтримують І Підказують І в них Наприклад Обмін інформацією Постійно Дуже важливо В цій війні Обмін інформацією Тому що можна стояти Буквально поруч Не спілкуючись Можна Втратити дуже великі можливості А при цьому Понести великі втрати Тут ціна помилки Великі втрати Дякую за перегляд! Дякую за перегляд!